И всем привет! С вами Смой Скорпик. И сегодня я вам буду делать обзор на фигурки из Лего по теме Второй мировой войны. И сегодня я вам покажу в этом видео армию стран АСИ, то есть Тройного Союза. Это против кого мы воевали, то есть Германия, Япония и Италия. Это были страны АСИ. И сейчас я вам покажу солдат их армии. Ну, фигурки, короче, из Лего. Давайте приступим. Первая у нас армия, это будет итальянская. Вот первый солдат итальянской армии, он со знаменем. У него есть пистолет, вот такая вот пилотка. И вот такая вот у него форма. Следующая фигурка, это у нас будет еще один итальянский солдат. Вот в такой уже форме. Так вот он уже выглядит. У него в руках карабин. И он уже получше вооружен, чем предыдущий. Следующий солдат итальянской армии, это вот такой вот. Сейчас я вам его покажу. Вот он. У него в руках автомат. Пистолет-пулемет М40. Самодельный мой. Вот. Который выпускали немцы. Следующий, еще один итальянец. Такой вот у него что-то наподобие какого-то пулемета. Тоже немецкого производства пулемет. Я не помню, как он назывался. И у него каска с вот таким вот крестом. И ихний предводитель этой плохой армии, Бонитто Муссолини. Вот он. Предводитель. Итальянской армии. Ну, скажем так, все страны оси, это были те, против кого мы воевали. И, скажем так, мы их победили. Это даже очень-очень хорошо, что мы их победили. Ну, я не буду вам сейчас историю Второй мировой войны рассказывать. Но страны афи, ну, короче, это были плохие страны. Вот. Ну, если так, вкратце. Те, кто объявили нам войну. Следующая армия у нас, давайте, будет японская. Японский знаменосец с таким мечом. У него, он в пилотке. И вот такой вот у него флаг. Так, подвинем чуть-чуть, чтобы места всем хватило. Потом у нас идет вот такой вот японец. У него карабин с прикрепленным штыком к нему. Дальше у нас идет еще один японец. Ну, тоже с карабином, только уже без штыка. Дальше у нас кто идет? Еще один японец, но уже с винтовкой. У него вместо каски такая, что-то типа кепки. Военные такие. Дальше у нас еще один японец. Он с карабином и с... Сейчас я вам его покажу. Вблизи так скажу. И с биноклем. И также у него на спине походный рюкзак. Специальный. И возглавляет всю эту армию император Японской империи Хирохито. Не знаю, похож, не похож. Ну, по мне так не особо, но вроде как похож. Так. Дальше у нас идет германская армия. Немецкая, самая плохая, ужасная. Нацистская армия. Солдат, который несет нацистское знамя. Все, конечно, они плохие, но приходится делать обзор, потому что если не делать на них, то уже не делать и на советскую армию, там, на американскую, британскую. Ну, короче, кто против них воевал. Ну, короче, знаете, зачем я это делаю? Потому что потом, после того, как я сделаю еще обзор на британскую, американскую и советскую армию, я буду потом снимать мультик по Второй мировой войне. Поэтому я сейчас делаю на них обзор. Вот такой вот еще один немецкий солдат с карабином. Что-то камера как-то вообще не фокусируется. В каске. Дальше у нас идет немецкий солдат с пистолетом-пулеметом М40. Тоже в каске. Тут у нас движет такой солдатик. Это даже не солдатик, это предводитель ихний. Думаю, все уже догадались, о ком идет речь. Дальше у нас идет вот такой вот еще один немецкий солдат с М40, но уже я его немножко по-другому сделала. Этот автомат. Точнее, не автомат, а пистолет-пулемет. Все время путаю. И вот еще один немецкий солдат. У него уже чисто пулемет в руках. Вот такой вот. Ну и предводитель этой армии Адольф Гитлер. Самый ужасный человек, который существовал во всем мире. Основатель национал-социалистической партии в Германии. Основатель Третьего Рейха. Ну и многих других плохих вещей. Ну, в общем, вот это все вот страны оси Тройного Союза Италия, Япония и Германия. Ну, все плохие, скажем так. Вот. Вроде бы на всех сделал обзор. А в следующем выпуске я сделаю обзор на хороших, то есть на советских, британских и американских воинов. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем удачи и всем пока-пока.